Автомодопробег, знамя на Ахуне и новые патриотические проекты в Сочи отметили вековой юбилей военной разведки. В Сочи День народного единства отметили массовым забегом. Международный сочинский марафон собрал почти 5000 любителей здорового образа жизни. Кризис сказался на количестве участников кинотабрика, но не на качестве. Детский фестиваль искусств стартовал на курорте. В Сочи завершился этап Кубка мира по фехтованию на саблях. В соревнованиях принимали участие юниоры. Восстановительные работы после подтопления в Абширонском районе проинспектировал Вениамин Кондратьев. Глава региона посетил социальные объекты в Хадыжинске и прошел по улицам, которые больше всего пострадали от удара стихии. Жители рассказывали губернатору о том, как к ним в дома заходила большая вода. Системы оповещения сработали не везде, а местные власти не смогли вовремя среагировать на ситуацию. По итогам объезда Вениамин Кондратьев провел заседание, где принял решение о кадровых перестановках. С подробностями наши краснодарские коллеги. Школу в станице Кабардинской приводят в порядок буквально всем районам. Свыше 400 человек – школьники, студенты, волонтеры. Во время стихии вода полностью зашла на первый этаж. Сырые парты, учебники и технику пришлось выбрасывать. В списке объезда главы региона школа стоит первым пунктом. В некоторых учебных кабинетах уже поменяли полы, где-то начинают закрашивать стены. В здании идет полноценный капитальный ремонт. Губернатор поручил восстановить здание в кратчайшие сроки, чтобы как можно скорее дети смогли вернуться за свои парты. Важно прийти и сделать так, чтобы нам не было стыдно, что мы здесь были и что нашими руками все это восстанавливалось. Никто отсюда не выходит, пока дети, ученики не перешагнут порог школы. Я вижу активность сумасшедшую. Я вижу, что вы заменили сегодня полы, которые не менялись с момента строительства этой школы. Это, можно сказать, уже глубокая реконструкция. Это капитальный ремонт школы. Ну а что ж, паркетом, друзья, здесь ограничиться нельзя было. Или косметическим ремонтом. Восстановительными работами в Хадыжинске занимался краевой штаб, чтобы поднять город на ноги. После удара стихии по поручению губернатора приехали команды из разных муниципалитетов края. На помощь местным спасателям прибыли сотрудники МЧС из соседней Адыгеи и Ростовской области. А также казаки, медики и волонтеры рабочей группы со всего края. Возвращать муниципалитету прежний облик всего приехало около трех тысяч человек. Вы знаете, у меня такое воодушевление сейчас. Оказывается, у нас прекрасный народ. Я не представляла, насколько прекрасный. А вот это правильно. Когда весь край, вдруг, в течение недели, представители всех районов, сословий, национальности. И все тут у меня, у меня такой восторг. Восстановительные работы в Хадыжинске глава региона держит на личном контроле с первого дня. Сегодня Вениамин Кондратьев обходит улицы, которые больше всего пострадали от удара стихии. Прошло всего пять дней. А изменения, что говорится, налицо. Буквально там три дня назад здесь шли все в сапогах. А сейчас все коллеги спокойно. Хоть в сапогах, но можно идти уже без сапог в нормальный обувь. По улицам можно не только спокойно пройтись, но и добраться с одного берега на другой. Без препятствий. В районе за пять дней восстановили сразу три моста. Два дорожных и один пешеходный. Губернатор показывает, как выглядел до этого навесной мост в поселке Станционный. Во время паводка от него практически ничего не осталось. В кратчайшие сроки. При таких погодных условиях, в таких ситуациях, в три дня восстановить мост, это, на самом деле, пример сегодняшнего трудового подвига. Сегодня весь этот населенный пункт снова с пешеходным мостом. Впрочем, возвращаются к обычной жизни не просто улицы и дома Хадыжинска. Заметно улучшается и настроение горожан. И если в первые дни после ЧАЭС люди просто не понимали, как дальше быть, то сегодня у местных жителей уже появляется уверенность в завтрашнем дне. Помогали и волонтеры, и Курганинский, и Лобинский. Вот просто все, как говорится, ну, вот большое спасибо. Слава Богу. То есть в любом случае, мы должны знать, что мы отсюда, на самом деле, не уйдем до тех пор, пока все большие масштабные работы, с которыми вы явно не справитесь, мы не сделаем. Ясно. Но забыть события прошлой среды, когда в Хадыжинск пришла большая вода, не так просто. Жители жалуются губернатору, что в первые минуты ЧАЭС местные власти никак не среагировали. Видимо, судьба жителей города и сейчас неинтересна руководству. На обходе не было видно главу Абширонского района. Почему нет было лодок и медика? Знаете, вот у меня те же самые вопросы возникли, как только я сюда приехал. Еще первый самый раз. Как только вот произошло, и у меня такие же есть вопросы к власти. И, поверьте, я думаю, что бесполезно их задавать, эти вопросы власти, потому что власть должна быть другой. Такие слова людей говорят лишь о том, что местные власти не справились со своей работой в тот момент, когда пострадавшим понадобилась помощь. Последствия разгула стихии уже обсуждали на совещании оперативного штаба. Губернатор сегодня весь день в Абширонском районе и отметил, у муниципалитета нет хозяина. Глава региона принял необходимое решение. Предложил Роману Герману уйти в отставку. Местные власти, с точки зрения максимальных действий, направленных на то, чтобы организовать эвакуацию людей, вовремя предупредить, сделать все, чтобы сохранить человеческие жизни, объективно были, но недостаточными эти действия и способы. А дальше давайте посмотрим, ведь многие сегодняшние последствия, это просто такое ощущение, что вообще власть не смотрела на ситуацию. Были бы, да, последствия, но не такие. Это люди говорят, это говорят местные жители, и они правы, потому что они на своей шкуре испытали вот отчасти отсутствие любых и профилактических мер, да и просто действий власти. Я одно понимаю, что скорее всего власти просто нету в районе, и понимать особо было некому. Еще раз подчеркиваю, или есть хозяин в районе, или его нет. Люди не ощутили заботы главы района о себе, не ощутили. А это самое плохое, что может быть в взаимоотношениях между народом, жителями и властью. Самое плохое. Я вам просто предлагаю подать в отставку, потому что не может так дальше район находиться в таком бесхозяйственном положении. Должен быть хозяин, должен быть тот человек, который чувствует район сердцем, душою. И пока будет решаться кадровый вопрос, глава региона пообещал, оперативные службы не уйдут с пострадавших улиц до тех пор, пока все восстановительные работы не будут закончены. В Обширонском районе вода повредила более тысячи домовладений, а жители аварийных строений получат жилищные сертификаты. Муниципалитет потихоньку приходит в себя, после удара стихии возвращается к привычной жизни. Яна Бузычкина, Денис Перец, Алексей Комаров, Кубань, 24, Обширонский район. Но сегодня уже во всех домах и квартирах Обширонского района есть комфортные условия для проживания. Электроэнергия, вода и газ. Восстановлены дороги, мосты и коммуникации. Но на некоторых участках это временные меры. Гравийные шоссе, экстренно проведенные трубы и электросети. Как отметил Вениамин Кондратьев, главное, чтобы эти условия не оставались постоянными. Теперь властям необходимо капитально отремонтировать трассы и социальные объекты. Установлены транспортные артерии. Сегодня мне показывали мосты под Бесной и те мосты, которые связывают населенные пункты. Да, можно говорить, что установлены по временной схеме. Но тем не менее, сегодня люди уже не отрезаны. Имеют возможность жить, как и жили до стихии. Теперь единственное, чтобы временное не стало постоянным. Поэтому здесь, Андрей Анатольевич, максимально те дорожные сооружения в виде мостов, которые у нас сегодня восстановлены по временной схеме, максимально проекты. И приступаем уже к мостам, переездам постоянно. Также глава региона поручил властям ускорить выплаты и компенсации, чьи дома пострадали от удара стихии. Средства должны перечислить уже в ближайшие дни, чтобы люди смогли приступить к ремонту. Как отметил Вениамин Кондратьев, особенно важно уделить внимание тем, чье жилье признано аварийным. Их необходимо расселить, пока дома и квартиры не будут полностью готовы для комфортного проживания. К другим новостям. В Сочи состоялась 32-я конференция местного отделения партии «Единая Россия». В ней приняло участие 270 делегатов. Это представители первичных отделений. Произошли изменения местного полицсовета. В его составе 60 человек. Шесть выведены из него. Им на замену пришли Владимир Давыдов, Павел Клопотовский, Игорь Никитин, Руслан Устинов, Вилен Щербин, Денис Юрковский и Жанна Кацева. Также на конференции шла речь о реализации в Сочи партийных проектов. Их 14 – самый масштабный. Народный контроль, новая школа, здоровое будущее, городская среда. Скверы также строятся в Лазаревском районе. Строится сквер у нас на КСМ. И везде полным ходом идет это строительство. Таким образом, в полном объеме выполняется партийная программа. С другой стороны, у нас есть программа здоровья. И мы активизируемся в том, чтобы создавались условия для того, чтобы наши жители имели возможность заниматься спортом, быть здоровыми. Мы, в частности, решаем проблему 10 тысяч шагов с доктором и многие другие. В том числе историческая память, что немаловажно для нашего города, для военно-патриотического воспитания нашей молодежи, особенно сегодня. Ответственные за реализацию партийных программ отчитались о проделанной работе. Тот самый проект «10 тысяч шагов к здоровью» стал на курорте очень популярным. В городе разработаны 12 маршрутов, на которые каждую пятницу вечером выходят любители здорового образа жизни. Прогулка с доктором – это возможность узнать важную медицинскую информацию из первых уст. Анатолий Пахомов порекомендовал активнее работать и по реализации таких проектов, как «Российское село», «Безопасные дороги». Также были избраны делегаты для участия в краевой партийной конференции, которая пройдет в Краснодаре 8 ноября. От Сочи туда направлен 21 человек. Ну а продолжим после прогноза погоды и короткой рекламы. 7 ноября в Сочи переменная облачность. Температура воздуха ночью плюс 9, плюс 11, днем 16-18 градусов выше нуля. В Краснодаре открылся мультимедийный исторический парк «Россия. Моя история». В музее будущего можно пролистать страницы столетий и узнать, как создавалось государство. Одними из первых комплекс посетили глава региона Вениамин Кондратьев, председатель ЗАГС собрания края Юрий Бурлачко и замполномоченного представителя президента на юге России Анатолий Сафронов. Со сцены губернатор поздравил кубанцев с Днем народного единства и отметил, что открытие масштабного мультимедийного комплекса символично совпало с праздником. «Всегда у России был свой особенный путь. Был, есть и будет, потому что в России живет много разных народов. Но это один удивительный народ, который никогда никому не отдадут ни свою землю, ни свои традиции, ни культуру». Друзья, каждый из вас, какое бы место он в жизни не занимал, какую бы должность, чем бы он в жизни не занимался, вы пишете историю каждой своей семьи на сегодняшнем, современном этапе. А все вместе мы пишем историю нашей России. И на наших плечах тот груз ответственности за сегодняшнее и будущее нашей земли и нашей страны. «Безусловно, гражданское единство и солидарность – это те ценности, основываясь на них и принимая во внимание великую историю нашего государства, мы сохраним мир и целостность нашего государства. Сплоченность народа, вера, сила духа – это вот как раз та сила, которая была, есть и будет в основе нашего государства». Вениамин Кондратьев вместе с детьми осмотрел исторические экспозиции, которые в День народного единства развернули на площади перед виртуальным музеем творческие коллективы из разных уголков края. К слову, сам мультимедийный парк занимает 7,5 тысяч квадратных метров. Это несколько залов, где можно узнать, как развивались события со времен Древней Руси до новейшей истории. Выставочный комплекс оснащен по последнему слову техники. Проект «Музея «Россия. Моя история»» был создан в 2015 году по инициативе президента. Краснодарский парк стал 19-м в стране. В первый день работы его посетило около 5 тысяч человек. Ну а в Сочи отметили 100-летний юбилей военной разведки. К этой дате приурочили сразу несколько мероприятий. В Сочи состоялся автомотопробег. Он был организован общественной организацией ветераны спецназа. Мотоциклисты и автолюбители проехали по улицам Сочи со знаменем военной разведки. Оно и было водружено на башне Ахун. Затем участники мероприятия, а это не только спецназовцы, но и воспитанники сочинских военно-патриотических клубов, побывали на мемориале воинской славы. Там возложили цветы и венки. На базе школ мы формируем отряды военно-патриотические. Называются они «Юный разведчик». На сегодняшний день это 7-я и 16-я школы. Когда у нас будут готовы уже следующие инструктора, мы будем уже брать и другие школы и вести работу с детьми. А в сквере на Цветном бульваре у памятника воинам локальных конфликтов состоялось вручение юбилейных медалей 100 лет военной разведки. От имени властей Сочи ветеранов службы поздравил заместитель главы города Константин Чеботарь. В Сочи День народного единства отметили массовым забегом. На курорте прошел третий международный сочинский марафон. Это крупнейшее беговое событие Юга России объединило тысячи любителей здорового образа жизни. Этот марафон побил рекорды прошлых лет. В Сочи собралось около пяти тысяч участников. Это представители 412 городов России и 25 стран дальнего и ближнего зарубежья. В Сочи ехали из Владивостока, Калининграда, Германии, Австрии и даже Австралии. Центральные улицы курорта были закрыты для транспорта и принадлежали только бегунам. Как говорят сами участники Сочи-марафона, это самый теплый старт в России в ноябре. И погода не подвела. Уже утром было плюс 20, днем вообще жарко. В забеге участвовали как профессионалы, так и начинающие марафонцы. Мы специально приехали с другом с Тростова на Дону. Настроение просто огонь. Друзья, занимайтесь спортом. Это на самом деле лучшее, что можно быть в этой жизни. Я думаю, нас жители города простят, которые немножко где-то в пробках постоят, где-то не доедут. Но на самом деле это реально классный праздник спорта. В 10 часов был дан старт. Спортсмены могли выбрать одну из трех дистанций – 10, 21 или 42 километра. Никаких ограничений по физической подготовке или возрасту не было. Среди участников традиционно немало людей серебряного возраста. Сегодня здесь стартует мужчина, которому 81 год. Он приехал к нам с Перми для того, чтобы бежать в полумарафон. Кстати, было до регистрации. Не исключено, что даже есть более старшие. Обычно к нам приезжает женщина из Туапсе, которая 83 года. И она совершенно легко преодолевает дистанцию в 10 километров. С улыбкой финиширует и получает массу аплодисментов. Про болельщиков, которые стали ждать спортсменов на финише, тоже не забыли. Для них организовали шоу-программы и мастер-классы по воркауту. Весь пьедеста почета по итогам марафона заняли россияне. Они были лучшими на всех дистанциях. Победителям вручили кубки, медали и почетные призы. Ну а самой быстрой среди женщин была Наталья Волгина. Ее результат 3 часа 4 минуты и 20 секунд. Среди мужчин Александра Павлинин он пробежал 42 километра за 2 часа 26 минут и 46 секунд. Кстати, именно Павлинин был победителем Сочи марафона в прошлом году. Ему не хватило до мирового рекорда всего 19 минут. Елена Овсецина, телекомпания ФКТ. Кризис сказался на количестве участников Кинотаврика. 400 вместо привычных 700 творческих детей принимают участие в 18 детском фестивале искусств. А вот программа Кинотаврика неизменна. Это 7 конкурсных этапов, мастер-классы и известные актеры и режиссеры в жюри. А еще в этом году у фестиваля новый и в то же время хорошо известный уже президент. Все подробности у Инги Габешия. Отец-основатель или, как его еще называют, опекун Кинотаврика Марк Руденштейн снова на своем посту. Два года его не было на фестивале. После 15 лет президентства Руденштейн отошел от дел. Эту должность занимала мисс Вселенная, президент благотворительного фонда «Спеши делать добро» Оксана Федорова. В этом году автор идеи снова у руля. Признается, после предыдущей команды на корабле пришлось кое-что подремонтировать, а теперь снова в путь. Хоть и в этом году он оказался немного тернистым, но несмотря на экономические сложности, продюсер, кинокритик, актер, основатель Кинотавра признается на предложение вернуться, откликнулся с воодушевлением. Но творчество на Кинотаврике в любом случае процветает. В Сочи съехались самые талантливые юные певцы, танцоры, актеры, режиссеры. Ребята набираются опыта, выступая на сцене перед авторитетным жюри, участвуя в мастер-классах. И здесь, на сцене Зимнего театра, сбываются детские мечты. У нас 18 лет, 17 детей ушли в профессионалы. К Спивакову, в Большой театр, к Грачевскому, ну кому угодно. Ушли 18 человек, и многие сейчас играют в американском кино даже. Для меня главное не этот ребенок. Для меня главное, чтобы дети увидели этого ребенка. Вот это задача фестиваля, чтобы они увидели талантливых детей и задумались о том, в какую сторону надо идти. А просто не задумались, стали интеллигентными людьми, которые любят искусство. Вот это для меня главное. А если появляется один-два таланта, это здорово. Мы счастливы от этого, но больше меня волнует то, что вокруг этого таланта. 400 юных талантов будут бороться за главные призы в семи номинациях. Кинодебют, вокал, хореография, театр, мода, оригинальные жанры, шоу-программы. Есть у 18-го кинотаврика и свое отличие от предыдущих фестивалей. Своя фишка, как говорят режиссеры. Тема театра, то есть все у нас посвящено волшебному искусству Мельпомена, потому что следующий год в России объявлен годом театра, поэтому, собственно, все направлено туда. У нас в открытии принимал участие сумасшедшие, обалденные, талантливые дети из театра студии Оперения, город Сочи. Они у нас были такой лейтмотивной линией своим пластическим театром, которые демонстрировали достопримечательности Сочи. Я узнаю детей, которые с года в год приходят к нам за победой и борются в творческих конкурсах за обладание главным призом. Я думаю, что это уже как бы крутая традиция. Конкурсанты действительно сюда возвращаются, а для многих из них участие в кинотаврике уже традиция. Здесь весело, здесь всегда мои друзья и здесь всегда праздник. Хочу получить еще и опыт, кайф от этого, от пения. Я не могу сказать, что я хочу быть прямо актрисой, певицей, но мне нравится этим заниматься, просто для себя. Это офигенный фестиваль. Здесь просто столько эмоций получаешь, заряжаешься от зрителей, энергии и отдаешь им потом свою энергию. Очень клево. Имена победителей 18-го кинотаврика назовут 10 ноября. Инга Габешия, Алексей Давыдов, телекомпания «ФКТ». Адлер вошел в десятку самых популярных хэштегов октября. Статистику опубликовала поисковая система Rambler. Ее специалисты решили узнать, какие хэштеги пользовались наибольшей популярностью в социальной сети. Хэштег «Адлер» на пятом месте. Видимо, многие отправились в это время на юг, чтобы погреться под лучами ласкового октябрьского солнца. Но среди популярных хэштегов также «Лига наций», «Керчь, мы с тобой», «Осень, осень», «Бег» и «Россия, Турция». Напомню, 14 октября тысячи болельщиков пришли поддержать национальную сборную на стадионе в Сочи. И подопечные Черчесова не подвели. Россия уверенно победила со счетом 2-0. В Сочи завершился этап Кубка мира по фехтованию на саблях. В соревнованиях принимали участие юниоры. Этап Кубка мира проходил на базе Югспорта в эти выходные. Сочи уже в третий раз принимает фехтовальщиков-саблистов со всего мира. В турнире Кубок Черного моря участвовали юноши и девушки, юниоры до 21 года. В их числе победители и призеры чемпионатов Европы и мира. Всего более 170 спортсменов из 20 стран мира. В международной системе отбора данное соревнование является первыми отборочными соревнованиями среди юниоров. Для попадания на мир, для квалификации. Таким образом, поэтому мы имеем такое количество участников, представителей стольких стран. И также из-за того, что за прошлом году все было поведено на высоком уровне, к нам приехали такие команды даже с двумя-тремя пересадками, не побоялись. Состязания в Сочи стали успешными для российских саблистов. Так, Анастасия Шорохова и Алина Ключникова завоевали серебро и бронзу в личном зачете. Среди юношей самым лучшим результатом стало 9 место Кирилла Тюлюкова. Ну а в командном зачете среди юношей россияне заняли второе место. Один удар уступив французской сборной в финале. Природа сна. В торговом центре Олимп открылся магазин Райтен. Продукция этого известного бренда – это кровати, матрасы и другие аксессуары для комфортного отдыха. В чем уникальность товаров от Райтен, расскажем в нашем сюжете. Что может быть лучше, когда о вашем отдыхе и комфорте заботится сама природа? Экологичное решение для сна предлагает компания Райтен. Магазин под этим известным брендом открылся в торговом центре Олимп. Вся наша продукция изготавливается из гипоаллергенных материалов, натуральных компонентов, то есть это массив дерева. Вся продукция изготавливается на современном оборудовании, которое безопасно и экологично. Также у нас собственное производство, 6 производственных площадок в городе Иваново. Более 100 фирменных салонов во всей России. Экологичность, безопасность, технологичность – это три главные составляющие, которые лежат в основе продукции компании Райтены и привлекают покупателей. Экотренд сегодня на пике популярности. Природные материалы закрепили свои позиции в дизайне интерьера. Для производства изделий Райтен используют только то, что дарит сама природа. Мебель для спальни из массива бука, сосны, березы, дуба. Стиль от романтичного Прованса до строгой классики. Матрасы с гипоаллергенным наполнителем и, что важно, с эффектом памяти. В коллекции «Натура», например, наполнители из растительных материалов. А вот эти матрасы фирмы «Сили». Сегодня их продают в 50 странах по всему миру. Качество матрасов доказано временем. Их производят более 130 лет. Все матрасы у нас изготавливаются по ГОСТу. Все матрасы полностью гипоаллергенные с безопасными клеями. В день мы производим около 3000 матрасов. На наших матрасах спят более миллиона человек. «Райтон» – это передовые идеи в области сна. С этими кроватями, матрасами, подушками и прочими аксессуарами для спальни отдых будет спокойным и приятным, а сон – крепким. Магазин «Райтон» открылся в торговом центре «Олимп» на улице Транспортная. Здесь ждут всех тех, кто внимательно относится к качеству жизни и стремится окружать себя только безопасными, ну и, конечно, красивыми и качественными вещами. Инга Габеши, Ольга Десятого, Николай Тихонов, телекомпания «ФКТ». Ну и на этом наш выпуск завершен. Мне остается добавить, что все новости уже на нашем сайте – fkt.com. Смотрите нас также в социальных сетях – в Facebook, Instagram, Одноклассники, Telegram и в группе «ФКТ» ВКонтакте. Ну а в студии была Ольга Десятого. Всего доброго и до встречи в эфире. Одежда ведущей предоставлена мультибрендовым магазином российских производителей «Сезоны». Это новые тенденции, качественные материалы и безусловный комфорт. Найдите свой стиль по адресу улица Парковая, 17. Субтитры создавал DimaTorzok